Добрый день, дорогие друзья! Хочу поблагодарить организаторов форума за возможность рассказать о том, как на сегодняшний день государство решает вопросы предоставления мер социальной поддержки инвалидам в сложной ситуации 2020 года. Скажу несколько слов, почему именно на этом форуме это достаточно актуальная тема. По статистике последних 10 лет онкологические заболевания являются одной из ведущих форм, приводящих к первичной инвалидности практически во всех субъектах Российской Федерации. Поэтому я думаю, что для пациентских организаций, для пациентов, которые сегодня слушают наши сообщения, это будет актуально для определенного круга слушателей. Итак, в связи со сложной ситуацией, сложившейся в медицинских организациях, в государственных учреждениях в 2020 году, в связи с проведением противоэпидемических мероприятий практически во всей Российской Федерации, 9 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства номер 467, в котором был утвержден временный порядок лица инвалидам. Срок действия этого постановления до 1 октября 2020 года включительно, и постановление оговаривает, что его содержание распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 марта 2020 года. Во-первых, временным порядком предусмотрено на этот период, то есть до 1 октября 2020 года, проведение медико-социальной экспертизы гражданам практически по всем вопросам, исключительно в заочной форме. Второй важный аспект постановления – это то, что в тех случаях, когда отсутствует возможность составить направление на медико-социальную экспертизу по тем или иным причинам, временным порядком предусмотрено продление инвалидности для тех граждан, которые уже были ранее признаны инвалидами на определенный срок. Каким же образом постановление предполагает осуществлять продление инвалидности? У взрослых граждан не позднее, чем за 14 календарных дней до окончания срока ранее установленной инвалидности из Пенсионного фонда Российской Федерации в учреждение медико-социальной экспертизы поступают сведения о гражданах, у которых наступает срок переосвидетельствования в это время. Соответственно, в том случае, если в Бюро медико-социальной экспертизы не поступили направительные документы на конкретного гражданина, ему продлевается ранее установленная группа и причина инвалидности на 6 месяцев с той даты, до которой ему ранее была установлена инвалидность. Приведу пример. Если инвалидность была установлена до 1 июня 2020 года, соответственно, будет продлена до 1 декабря 2020 года инвалидность. И эти решения должны быть вынесены не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. Два слова скажу о детях. Для детей-инвалидов, которые не достигли 18 лет, также продлевается инвалидность на срок 6 месяцев. Но есть отдельная категория – это дети, которые в этот период достигают возраста 18 лет. Таким образом, они уже не могут быть признаны детьми-инвалидами, и необходимо установить им группу инвалидности. Соответственно, постановление говорит о том, что конкретная группа инвалидности устанавливается на срок 6 месяцев в соответствии с заключением о степени нарушения функции организма, сведения о которых имеются в протоколе последней медико-социальной экспертизы, которая была проведена этому ребенку. Если по заключению Бюро медико-социальной экспертизы были умеренные нарушения функции организма, устанавливается третья группа инвалидности. При выраженных нарушениях вторая группа, при значительно выраженных нарушениях первая группа инвалидности. Постановление отдельно оговаривает, что для продления инвалидности в этом порядке не требуется ни заявление гражданина, ни его согласие на продление инвалидности, либо согласие его представителям. Также при продлении инвалидности продлевается и действие индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, либо ребенка инвалидно. Во всех случаях продления инвалидности действие программы также продлевается на 6 месяцев, и в индивидуальную программу реабилитации и абилитации включаются все ранее рекомендованные инвалиду мероприятия. Также в период действия временного порядка признания лица инвалидом медико-социальная экспертиза, повторюсь, в заочной форме проводится и на основании направлений на медико-социальную экспертизу. В каких случаях? Если необходимо впервые установить инвалидность, если ставится вопрос о повышении ранее установленной группы инвалидности, если медицинская организация имеет возможность оформить направление на переосвидетельствование инвалиду, либо в целях внесения изменений в ранее разработанную индивидуальную программу реабилитации инвалида ребенка-инвалида. Также очень много вопросов поступало, особенно в первые дни вступления этого порядка. Как же гражданам получить документы по результатам медико-социальной экспертизы, поскольку она проводится в заочной форме, а во многих городах Российской Федерации, в частности до настоящего времени пока в Санкт-Петербурге, не предполагается посещение гражданами государственных учреждений. Постановление оговаривает, что те документы, которые должны быть выданы гражданам, а это справка об инвалидности и про инвалида, либо ребенка-инвалида, направляются всем гражданам заказным почтовым отправлением, так как оно гарантирует сохранность персональных данных. Сведения о результатах медико-социальной экспертизы учреждениями передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации, и оттуда они в установленном порядке поступают в Федеральный реестр инвалидов. А выписки из индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида направляются исполнителям. Это в Фонд социального страхования, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в Пенсионный фонд Российской Федерации. Понимая, что у граждан возникает много вопросов в этот период, бывают общие вопросы, непонятные, когда граждане знакомятся с постановлением, бывают отдельные ситуации, которые требуют некоего частного разрешения, В этот период учреждений медико-социальной экспертизы организована большая разъяснительная работа. В частности, во всех главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации и Федеральном бюро медико-социальной экспертизы организованы горячие линии. Телефоны этих горячих линий размещены на официальных сайтах учреждений. Кроме того, граждане могут задать интересующие их вопросы в интернет-приемных, на электронную почту, обратиться в учреждения медико-социальной экспертизы, и все эти сведения также размещены на официальных сайтах. Ну и, конечно, мы используем любые возможности дополнительной разъяснительной работы, в частности, вот и возможности этого замечательного форума. В данной презентации приведены телефоны горячей линии в нашем субъекте, также адрес сайта официального и адрес электронной почты, на которую граждане могут обратиться. И мы стараемся всегда в кратчайшие сроки ответить на все вопросы, которые волнуют граждан по нашей тематике. Большое спасибо за внимание, еще раз благодарю за предоставленную возможность рассказать об этом актуальном вопросе. Спасибо.